Армянам был преподан урок, они его не усвоили. Азербайджанская армия как всегда действовала филигранно и решительно. Политолог Тофик Абасов пишет, что у Армении очень непрезентабельное амплуа. Это страна, потерявшая свою субъектность и действующая под чужую указку. Совсем недавно я наткнулся в зарубежных средствах массовой информации на информацию, которая меня очень повеселила. Оказывается, у Армении за последний год наблюдался экономический рост в 12%. Только представьте, 12%. Еще более анекдотично звучит новость о том, что более миллиона зарубежных граждан подали заявление на получение гражданства Армении. И это в условиях, когда собственные граждане голосуют ногами, покупают билеты в один конец и спасаются от армянских реалий. Свыше миллиона граждан других стран спешат стать гражданами Армении? Конечно, это смешно. И конечно, во всей этой пропаганде Армении за рубежом ясно виден чужой след. Армения не способна самостоятельно принимать решения. За нее это делают другие страны и влиятельные силы, которые подталкивают ее к краю пропасти, давая советы и поддерживая небылицы. Хотя куда уж дальше подталкивать, она и так уже на самом краю. У Армении очень непрезентабельное амплуа. Это страна, потерявшая свою субъектность и действующая под чужую указку. Ясно, что тут есть интерес влиятельных мировых держав, которые вводят Армению за нос, внушая ей, что карабахская проблема, мол, еще не решена. Вопрос статуса открыт, а минская группа может подняться из могилы. Если армянам хочется плясать под заокеанскую дудку, то это их проблема. Мы же никакой диктовки не признаем. Вопрос статуса отправлен на свалку истории. Минская группа мертва и возврата к старому не будет.